Доброе утро дорогие коллеги. Приветствую всех на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев и мы начинаем программу торговый план за сегодня 7 октября 2019 года понедельник. Желаю всем успешной трудовой недели. Давайте посмотрим что нам говорят технические и фундаментальные анализы и как мы будем зарабатывать на этой неделе. Прежде всего биткоин пробил сильную зону поддержки 7963 доллара смотрит вниз. Да мне кажется вполне можно его попродавать. Евро доллар друзья в пятницу закрылся в плюсе сегодня несколько отбивается. Он не дошел до верхней границы. Мне кажется рановато ему отбиваться. Я бы наоборот посмотрел все таки его вверх. В фунтик та же история. Но обратите внимание здесь сильная поддержка просто какая-то железобетонная. Вот фунтик я бы наверное еще более уверенно сегодня покупал. Сколько дней уже 4. Седьмой день подряд она стоит на смерть эта поддержка 1.22.87. Здесь просто не дошли до верхней границы в Еврике. А в фунтике бьются в железобетонную поддержку. Здесь отскок даже более вероятен. Доллар японская иена с гэпом ушел вниз. Сейчас растет. Но тренд мне кажется вниз. Я в доллар сегодня с утра почему-то не верю. Он с гэпом ушел очень сильно вниз. Посмотрите доллар франк с гэпом вниз. Закрыли гэп. И такое впечатление что разворачиваемся для снижения вниз. Австралиец с гэпом вниз. Сейчас выходим из просадки. Здесь сложнее. Здесь не буду прогнозировать. А вот новозеландец с гэпом вниз. Но уже в плюсе. Это тоже гарантий не особо много. Доллар канадец на открытие здесь рынка. Нет отбой от сильной границы все-таки на мой взгляд произошел. 1.33.36. Ну не взяли в пятницу. Откатили. Пойдут ли на штурм опять? Давайте смотреть на нефть. WTI. А вот WTI порадовала. Слушайте. В пятничку закрыла хорошо наверх. Монета кстати показала в пятницу бай. И на прошлой неделе друзья. Это бывает 1-2 раза в году. Монета показала 100% попадание по нефти WTI. Фантастика. Обводим эту неделю большим круглым таким знаком я обозначаю. Это лучшее. По-моему, в этом году первый раз, насколько я помню, 100% попадание за неделю. Ну что ж, желаем монете удачи. Сейчас посмотрим, что она думает насчет сегодня. WTI наверх. Бренд наверх. Такое впечатление, что доллар сейчас развернут вниз. Доллар канадец тоже пойдет вниз. Натуральный газ на открытии нет мыслей. Газпром почему-то все-таки подсаживается. Посмотрите, вроде бы новости... Новостей, вернее, плохих нет. И газ падать остановился. 221,27. Подснижаемся пока. Ну что, пока так. Пока вниз. Доллар, рубль развернулся наверх. В моменте 64,71. С ГЭПом он ушел наверх. Смотрит наверх. Ну пока, значит, наверх. Хотя нефтюшка может это все развернуть. Нет, не скажу здесь. Золото с ГЭПом ушло вверх, теперь вниз. А я бы ждал золото наверх, тем не менее. И американский фондовый индекс Доу Джонс смотрит наверх, хотя с ГЭПом ушел вниз. Интересное начало. Рваное начало недели достаточно. По СНП та же история с ГЭПом вниз сейчас уходит наверх. 20... Sorry. 2939 долларов 90 центов. Какая цена фьюча у нас на сегодня? Не знаю, я жду американца наверх. СНП 500 в частности. Все, друзья, двигаемся дальше. Давайте посмотрим глобальные новости, что нам говорят. Так. Сейчас у нас отключится демонстрация рабочего стола. Пока отключается, можем начать, друзья. Фундаментальный... Ага, не хочет отключаться. Еще раз нажмем. О, сейчас отключилось. Фундаментальные новости. США отказались участвовать в военной операции в Турции и в Сирии. Это интересно. Они делают шаг назад. PayPal вышел из проекта Facebook по криптовалюте Libra. Тоже большое событие. ФБР задержала депутата Госдумы Юмашеву в Нью-Йоркском аэропорту. Допросили. Естественно, Госдума оценивает это как провокацию. Такое обострение на ровном месте. Российские новости, коллеги. Владимиру Путину, президенту России, сегодня исполняется 67 лет. 7 октября, у него день рождения. Поздравляем президента, желаемому хорошего здоровья, успешной работы. Тем не менее, новости на выходных перед праздником. Все равно Владимир Путин несколько документов подписал перед своим личным праздником. В стране рабочий день, так на всякий случай. А то некоторые расслабятся. Владимир Путин одобрил конкурс на распространение позитивных новостей в сети. Владимир Путин заявил о возможном создании медицинской госкорпорации. Друзья, это важная новость. Это показывает на то, что многие сферы нашей жизни будут встречать все большее о государствовании. Поэтому, если кто-то ждет ослабления законодательства по рынку, Форекс или по квалифицированным инвесторам на московской бирже, это вряд ли. То есть, видите, они даже в новые сферы сейчас идут, госкорпорация в сфере медицины. И тогда вообще непонятно, что станет с тысячами малых предприятий в сфере медицины, которые сейчас есть. Сейчас таких только клиник нет. Из того, что я вижу, мне кажется, они обречены сейчас. Вот сегодня им дали первый сигнал. Да, пока только Владимир Путин заявил. Еще ни закона, ни законопроекта, ничего нет. Но я бы на месте всех частных медицинских предприятий уже бы начал закрываться. Первый значок есть, такой четкий, прямо его показали. И точно так же в сфере финансовой, да, перестройка в системе торговли на финансовых рынках и управления активами полный рост должна продолжаться. Никаких отступлений здесь исключено. Но если в медицину уже пошли, то неужели вы думаете, там, где уже закон принят, скажем, по дополнениям о валютном регулировании и валютном контроле, с 1 января вступает в силу, неужели вы всерьез думаете, что кто-то будет отменять эту сферу, хотя вступили уже в новую? Да нет, конечно. Далее, друзья. Воздушно-космические силы рассказали о реакции России на возможный ядерный удар. Слушайте, у нас обострение с Америкой не спадает. Тут допрос депутата, кстати говоря, тоже в этой же струе. Минэкономразвитие назвало условия для стагнации российской экономики. У нас Минэкономразвитие, а не Минэкономстагнации. Почему она называет условия для стагнации, я не понимаю. И следующая новость. Минфин спрогнозировал дальнейшее падение реальных доходов россиян из-за платежей по кредитам. Ну, понятно, люди берут кредиты, жрать нечего, и поэтому кредиты. А может быть, что-то делать надо с этим в стране? Реформы какие-то, чтобы не было дальнейшего падения реальных доходов россиян. Что-то же делать надо. Почему Минфин выступает в роли статиста? Как это может быть? Активный орган, он должен работать, а не подводить итоги. Далее, друзья, вот это тоже новость интересная. Более половины россиян не хотят открывать свой бизнес риском слишком велики. Вот это, конечно, все опросы, они самые такие серьезные и тревожные. То есть люди все видят. Идет о государственной, смысла дергаться в бизнес нет, можешь только потерять. Вот эта психология, вот ее надо менять срочно. Никто этим не занимается. Удивительно даже. Друзья, у нас есть новость на чемпионате мира по трейдингу. Давайте я ее покажу. Лидер у нас тоже, Евгений Питерский, 32%. Но у нас появился новый участник, Беларусь ДСВ. Мы о нем поговорим в 11.30, когда будем говорить по чемпионату. Это, ну, попозже, да? Он уже вошел в первые сделки. Только что, я думаю, он это сделал. Вот, так что у нас уже четыре участника. Моя мечта четырех участников сбылась. Теперь, как вы понимаете, у меня следующая мечта. О пяти участниках. Кто будет пятым? Ждем. Да, этот участник, он сказал, я хочу быть анонимным. Не вопрос. Человек анонимен. Никто не узнает его имени и фамилии. Вот. Ну, а те, кто захочет быть публичным, тот, естественно, получит право выступать на Айтрейд ТВ. У беларуса ДСВ она тоже есть, но он его не реализует, поскольку, говорит, я хочу быть вот анонимным. Не вопрос. Каждый делает так, как ему удобно. Все, друзья. Ну, что, после достящего показательного выступления монеты на прошлой неделе спросим у нее сегодня, что у нас WTI? PIE или SELL? Волнуемся. Бросаем. Смотрим. Вместе. SELL видит опять монета. Слушайте, ну, смотрите. На прошлой неделе было 4 раза SELL, и в пятницу BYE, видимо, на коррекционном движении, да? И на что? Намекают нам, что эта неделя будет такой же? Ну, давайте смотреть, какой будет эта неделя. Пакроэкономические индикаторы. Сегодня праздники есть. В Гонконге праздник двойной девятки. А что это за праздник двойной девятки? У меня никакой двойной девятки нет. Ну, ладно. В Китае выходной весь день, национальный день. Смотрим другие новости. Других новостей нет. В 20.00 выступление плана главы ФРС господина Павлова. Вечером будьте бдительны. Всякое, какое может быть, естественно, это дело такое. Все, друзья, двигаемся с вами дальше. Погодим итоги. На мой взгляд, сегодня доллар понедельник начнет вряд ли сильно. Да, он укрепляется сейчас и по евро, по фунту в частности, и по золоту. Но мне кажется, его развернут. Я не увидел чего-то такого прямо в новостях или в событиях, чтобы было обострение и доллар пошел бы наверх. Ну, просто может быть реакция после пятницы или еще что-то. Не знаю, не знаю. Я жду еврика, фунтика и золота наверх, хотя они сейчас в просадке. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.